Здравствуйте, господа! Наш сегодняшний урок по трактату Брахот Вавилонского Талмуда, 4 глава Тфилата Шахар. Сегодня у нас 4 урок. Он проходит в память Иляху бен Михаэль. И мы с вами находимся. Давкаф Вав Амут Бейт. 26 лист, 2 страница. На прошлом уроке мы с вами, если вы помните, а вы помните, познакомились с двумя мнениями на тему, что стало причиной установления обязанности молиться, ежедневно произносить три молитвы Шмона Исры. Шахарит, Минха и Аравит, или Марев, часто говорят. Первое мнение было, подтверждалось оно Барайтой, и второе мнение подтверждается Барайтой. Но мы первое мнение с вами изучили, посмотрели в прошлый раз. Вот сегодняшний урок для полноты мнений. Мы начнем именно с этого первого мнения, вернемся немножко назад, и после него сразу же перейдем с комментариями ко второму мнению. Они очень интересны, заслуживают нашего внимания, глубочайшего внимания. И начинаем читать. Мы находимся с вами на второй странице. Значит, это будет на нашей странице, там, где написано 52, если вы все учите на наших уроках, имей перед собой лист оригинального талмуда Велинского издания. Там должно быть написано 52 сверху. Это будет примерно 12-я строчка сверху, вторая часть этой строчки. Два мнения. Что, как и почему установили наши три молитвы, которые называются Шмунаэсре, Итмар учили в Доме учения, в Академии. Так обычно принято говорить. Раби Йоси, Бераби Ханина, Амар. Раби Йоси, Бераби, это значит Бен Раби. Сын Раби Ханины сказал. Тфилот, Авод Тикнум. Молитвы Тфилот, Шмунаэсре, это называется Тфила, просто молитва. Так мы ее называем. И молитвы, Авод Тикну, працы установили. Установлены нашими працами, а именно Авраамом, Исааком и Яковым. И мы видим, три молитвы, тремя працами были установлены. Раби Ашуа Бен Леви, Амар. А второе мнение. Раби Ашуа Бен Леви сказал. Тфилот, Кенегат, Тамидин, Тикнум. Молитвы, вот эти вот Шмунаэсре, когда их произносить. Кенегат, Тамидин. Тамид, это жертвоприношение, мы будем говорить об этом, мы говорили уже, в храме, в Иерусалимском храме, Тикнум. Кенегат, это значит соответствие с этими жертвоприношениями. Когда были жертвоприношения, вот в это время, не заменой установили молитвы, но в это время, в каком-то виде это, может быть, даже и замена этих жертвоприношений. Корбанут. Значит, первое мнение наши працы установили. Второе мнение установили мудрецы в соответствии с теми жертвами, которые совершались в храме. Если вы помните, мы еще говорили о споре мудрецов поздних эпох, потому что мудрецы той эпохи, которую мы сейчас изучаем, мудрецы эпохи Мишны и Талмуда, наверное, знали ответ на этот вопрос, они просто нам не оставили, вернее, оставили сразу несколько ответов. И было такое мнение, откуда вообще идет молитва, откуда она берется. Было мнение, что она из Торы, Тора сама установила, что вот такие-то три молитвы, нужно вам молиться, потому что молитвы, не три, а сами молитвы, такого мнения, в частности, Рамбамма, а было второе мнение, в частности, Рамбана, что нет, в Торе было только сказано, что вообще нужно когда-то молиться. Свою по себе есть такая вещь, одна из заповедей, но в заповеди такой не написано. Это мудрецы потом установили, что нужно молиться. Это Медрабанан. Так вот, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим, что время было установлено нашими прадцами, это первое мнение, ведь мы не говорим, потому что саму молитву они установили. Они сказали, вот такая-то молитва, если ее молиться, а ее нужно молиться, это не Ршут, это Хова, так сказал Авраам, который устанавливал первую молитву, нужно молиться в такое-то время. И может быть, есть такое еще мнение, что из-за того, что наши прадцы, они жили раньше, чем работал храм, может быть, и сами жертвоприношения пронялись именно в то время, когда эти мудрецы, мудрецы наши прадцы установили эти молитвы, когда они сами молились эти молитвы. Возможно, есть такое мнение. А второе мнение, нет, все делается по храму, и их нужно как-то согласовать, эти два мнения, и этим, может быть, мы займемся в будущем. А сегодня мы познакомимся с двумя мнениями. Первое мы уже проходили, сейчас мы его еще один раз прочитаем. Главное, чтобы были приведены два этих мнения. А теперь гемары говорят, что есть еще и барайты, подтверждающие их правоту. Прямо как они сказали, так оно и есть. Они не просто сказали эту фразу, вопрос однажды на уроке, так задали такой вопрос. Ну так прямо сказали бы, то есть такая-то барайта, есть такая-то барайта. И чем нужно говорить о том, что один сослался на барайту, второй сослался на другую барайту, второй участник этого спора. Здесь есть несколько ответов, нам сейчас не важно, главное, что в гемаре так написано. Был такой-то мудрец, он сказал такую-то фразу, и он не сказал ссылку на барайту, а сама гемара говорит, а вот, кстати, у нас еще и барайта есть, которая говорит то же самое. Так это происходило где? В доме учения, потому что Итмар, так и не учились. Значит, после объяснения, упоминания этих двух мнений, мы продолжаем. В Таня Каватай Дараби Йоси Бараби Ханина, так написано здесь. Таня, Таня – это значит, мы учили в барайте, Таня – это всегда барайта, как правило. Каватай, барайта, которая привела мнение, барайта, совпадающая с мнением, кого? Дараби Йоси Бараби Ханина. Каватай, совпадающая, но барайта была составлена раньше, этого мудреца, поэтому, может быть, можно сказать, в данном случае, Каватай не совпадающая в направлении, да, а подтверждающая умение. Вот так часто на уроках говорят подтверждающая. Хотя на самом-то деле, она была древнее барайта. Таня Каватай Дараби Йоси Бараби Ханина. Я быстро признашу. Таня Барайта, Каватай, в согласии с кем? Д. С. Раби Йоси, так вот звали, Б. Раби Ханина, сын Раби Ханина. В Итане Каватай Д. Раби Ашо Бен Леви. И еще была барайта, другая барайта, которая совпадает или подтверждает мнение Раби Ашо Бен Леви, который сказал, что? Что это как карбанот. Карбанот – это значит, как жертвоприношение в храме. А Раби Йоси Б. Раби Ханина сказал, нет, так способствовали наши праатцы. И вот мы говорили о том, что все началось с первой барайты. Таня, так было в Гемаре, Таня Каватай Д. Раби Йоси Б. Раби Ханина. Учили мы такую барайту, которая подтверждает мнение Раби Йоси Б. Сына Раби Ханина. А именно, Авраам Тикен Тфилат Шахарит. Авраам установил молитву Шахарит. Тикен Летакен, значит, установил, постановил. Тикун. Откуда мы это берем? Откуда барайта должна теперь доказать это? Барайта не просто говорит что-то, как правило. Шенеймар, как сказано, Берешит, 19 глава, 27 стих. Это про Авраама, извините, который встречал сначала трех малахиемангелов, которые сказали ему в частности о том, что один из них сказал, что через год, в это время года, в эту же дату года, у тебя будет сын Ицхак. А потом они пошли уничтожать вздом, спасать лота. И там было написано, «И поднялся Авраам Бабокер, и поднялся Авраам Бабокер утром к месту Ашарамад Шам, где он стоял там». Где он стоял там, так, я каждое слово перевел, которое таково, что там он стоял, Шам. И не написано, что он там стоял перед этим. Нет такого, чтобы он здесь стоял, потом ушел, потом вернулся на это место. Ашар Амады Шам. Отсюда заключают наши комендаторы, наши мудрецы, что говорится о каком-то постоянном месте, где он что-то делал. И говорят, что там он просто молился. Вот такое мне место. Вот такое. Мне сейчас спросят, где была синагога у Авраама, вот на этом Мертвом море. Прямо на горе. На горе он молился. Это была у синагоги. И там было постоянное место. Это очень многих написано в синагоге, что если такой-то сидит по субботам, старается прийти, помолиться и не опоздать. Ну и что? А где про молитву написано? Авраам установил молитву Шахарит. Почему? Потому что сказано о том, что он стоял на каком-то месте. Все слова, которые сейчас сказали, что это синагога, это я сказал. Это мы так говорим. А где написано? Откуда мы знаем? И мудрецы привели правило, которое так звучит. Вейн Амида Эла Тфила. Каждый раз, когда в Торе написано стоял, это молился. Такое правило. Любое стояние. Эйн Амида. Амида – это стояние. Так часто наша молитва называется Амида, потому что в Шмоне Исре мы молимся стоя. Ну, если, не дай Бог, со здоровьем что-то можно сидя, или мешают, или такие условия, такие непростые есть, полевые, я бы сказал, боевые, в самолете, где много людей на поручинах висят, полу народу, и там нельзя встать в проходе, то тогда можно тоже сидя. В некоторых случаях своими раввинами посоветуйтесь. Как правило, Амида. Так называют эту молитву. Амида. Амида – это палалта. Ты, Смоне Исре, молился? В Амида – это тфила. Каждый раз, как говорится, в Танахе, как правило, есть исключение, стояние, Амад, стоял и так далее. Это тфила, это молитва. Почему? Откуда мы взяли это правило? Кто вам сказал? Шене Маркак сказано в Теиле, 106 глава, 30 стих. 160-й Теиле, да, так все говорят, глава, капитул. Там так написано, Ваяамод Пинхас, Вайфалель. И встал Пинхас и помолился. Это связано было с тем делом, которое было у Пинхаса, помните, да, когда был большой мор, большое поражение евреев было из-за того, что они привели не очень хороших женщин в свой стан, и Пинхас убил тех, которые это разрешили, руководители, и он молился. Он молился. Самое интересное, что его хотели самого убить. Заодно уж мусар вспомнил, да, люди колена Шимона, а он убил их руководителя, который привел царевну, для культурного обмена, естественно. И они хотели его убить, и он за них молился. Это означает, что после того, как они сделали это шву, если человек сделал плохое дело, а они хотели сделать ему плохое дело, они собираются его убить, он не смотрел на них, как на врагов, а он что? Он на них смотрел, как на своих братьев, которых нужно просто вернуть в нормальную, к нормальному положению, вернуть, сделать шву, чтобы они сделали шву. И он молился за них. Что еще молился? Видите, ваямоды, пинхас, вайфалелли. Гитфалелли сейчас, может быть, сказали. Стоял и молился. Зачем здесь написано «стоял»? Можно было сказать «и молился, пинхас». Ну, может, он сидит, молился. Почему сказано «стоял»? Чтобы показать нам, именно вот здесь, в этом Тиилен, в этом стихе сказано, что каждый раз, чтобы вы отныне знали, что у каждого стояния есть молитва. И он стоял, потому что это молитва. Понимаете, это не информация о том, что сделал пинхас, это информация нам, как учить дальше Тору, в которой будут встречаться места со словом «стоял». Отсюда мы видим, что стояние – это не что, как молитва. И сказано было в Ишкэм, Авраам. В том месте, где он, Амад-Шам, где он стоял, это означает, что он там молился. Отсюда мы видим, что нет более раннего упоминания, чем Авраам, что он молился, и было написано «бабокер». Отсюда мы видим, что он, по крайней мере, он был первый, кто молился утреннюю молитву. Он молился утром. Исхак Тикент, Филат Минха. Исхак установил молитву Минха. Если говорить на сефарском произношении, Минха. Шинеймар, откуда-то мы знаем, Берешит, 24 глава, 63 стих. Это когда возвращалась у нас слуга Авраама из севера и вез на верблюде Ривку, будущую жену Исхака. И написано «вэйцэйцхак ля суах бэсадэ лифнот арэв». Арэв – это эрэв. Просто такая голосовка со словом, где два сеголя в конце каждого стиха в Торе. Так написано. Мы произнесем лифнот эрэв. Лифнот эрэв накануне вечера. «Вэйцэйцхак вы и вышел Ицхак». «Вэйцэ». «Вэйцэ» вообще-то выйдет. «Вэйцэйцхак переворачивает. Поэтому и вышел Ицхак». Глагол, что он вышел делать? «Ля суах». Что-то делать бэсадэ в поле перед наступлением вечера. «Ля суах». «Сих» – это не только растение. Это еще «Ля сах-сех». Разговаривать. А вышел он один. Отсюда мы видим, что он вышел молиться вечером. «Вечером» – это значит при наступлении вечера. По-русски всё-таки вечер – это уже, когда совсем даже темно, это тоже вечер. А на самом деле, в нормальном языке, вот в иврите, всё, что идёт до наступления сумерек – это день, а вечер – это вот сами эти сумерки, вот этот вот момент. Мы сегодня об этом будем говорить, что это означает. А потом наступает ночь. Если у нас зимой ночь наступает рано, это ещё не значит, что это не ночь. Мы говорим вечер до 12 часов – самостоящая ночь. Звёзды на небе – это ночь. Ваеце Ицхак, и вышел он, что разговаривать, беседовать в поле перед вечером. Что такое лясох? И тут объяснение – вэйн сиха, и нет беседы эла тфила, а только молитва. То есть каждый раз, когда мы в Танахе встречаем слово сиха, сихех и так далее, это он молился. Потому что все остальные вещи, можно сказать, просто когда разговаривает человек, так и будет, дебур будет сказано, амира, умер и так далее. Шенеймар, откуда мы взяли это правило, что каждый раз беседует молитва? Это тоже Тейлим, 102 глава, первый стих, прямо так начинается. Тфила для они – молитва для бедняка, а в данном случае для того, кто нуждается в чём-то. Бедняк – это нуждающийся. Слово «они» – это через айн, нуждающийся. Мы часто говорим бедняк. Но если я нуждаюсь в чём-то, а у меня с деньгами всё в порядке, я всё равно нуждающийся. Вот человек, обращающийся к Всевышнему, к Творцу Ашему, он считается нуждающимся. Почему? Потому что он же обращается к Всевышнему с какой-то просьбой, что-то ему нужно. Вот с этого начинается этот стих из Тейлим, так сказал царь Давид. Молитва страждущего, которому нужно что-то. «Ки-я-тоф», «ки-я-тоф», потому что он ослабел, а слово «а-ев», да, он ослабел. «Полит на Иошем и шпох сихо, и перед Всевышним, и шпох и зальёт, ну, там, можно сказать, изливает, потому что уже молитва идёт, сихо, свою беседу». Вот видите, тут написано, что ничто иное, как молитва, видите, «сихо» – последнее слово, а «тфила» – первое слово из этих восьми слов. Это означает, что каждый раз, когда мы встречаем «сиха», беседа, это будет молитва. Так вот, про Исхак и было сказано. Он вышел и беседовал накануне вечера, при наступлении вечера, в поле. Отсюда мы видим, что он молился, усновил дневную молитву. «Минха». Обратим внимание также заодно, чтобы не было скучно. Авраам молился на горе, высоко, а Исхак молился где? В поле, на ровном месте, ниже горы. Он установил «Минху». А Яков, Яков Авину, Яков Тенент Филат Аравит, он установил вечернюю молитву Аравит, Шенеймар. Как сказано в Берешит, 28 глава, 11 стих. Вы заметили, в книге «Берешит» приведены все истории про наших братцев, и поэтому вся ссылка на «Берешит». А вот какое правило, доказательство того правила, с которого мы, вот так-то мы толкуем тот или другой стих, мы берем уже из Танаха. В частности, два раза было из Таилиум. Сейчас посмотрим, сейчас будет что здесь. Итак, Яков Тенент Филат Аравит, он установил Аравит, Шенеймар, потому что сказано. Что сказано в Берешит? «Ва-ев-гэ-бам-аком-ва-я-лен-шам». «Ва-ев-га-бам-аком-ва-я-лен-шам». И встретил одно место, даже столкнулся с этим одним местом, да, пугаю. Встретил, нашел одно место, то есть пришел в некоторое место, в некое место, в бам-аком, ва-я-лен-шам. И ночевал там, переночевал там. И везде в эйн-б-гэ-а, вот это вот встреча, эйн-б-гэ-а-э-ла-тфила. И никогда не будет б-гэ-а в другом контексте, кроме что молитвы. А это мы откуда взяли правило? Там было сказано про медустояние, потом было про беседу. Это тоже молитва, и стояние молитвы, и беседа молитвы. А здесь встреча – это молитва. Как сказано, Шенеймар, а сейчас что будет из книг Танаха? Пророк Ирмияу, 7 глава, 16 стих. «Веата, веата, и ты, но ты. Альтит-палель ба-ад-га-ам-азе, сказал Всевышний пророку. Веата, ты, альтит-палель, не молись, ба-ад-га-ам-азе, за этот народ». Я сейчас буду наказывать. «Вальтиса бе-адам рина у тфила». «И не, тиса бе-адам, не возноси для них рина, в данном случае, это не радость, а в данном случае, наоборот, стоны. Это начальное значение этого слова, рина. Есть у него такое значение. Рина – это стинание, стон, жалобы. Утфила и молитву. «Не возноси за них стинание и молитвы в альтив-габи». Сейчас мы увидели, что здесь есть молитва. «Не возноси за них молитву». «В альтив-габи» и переводится «Не встречайся со мной, не ищи встречи со мной». «Альтив-габи». Отсюда мы видим, что здесь не надо было говорить про «ищи встречи со мной». Достаточно было сказать «не молись». Потому что встречи со Всевышним искать, это называется ему молиться. Как всё можно? Он молится и ищет встречи. Это одно и то же. И всё-таки это было добавлено. Для чего? Для того, чтобы мы знали, что каждый раз теперь, когда мы с этого места, мы знаем. Каждый раз, когда встречается слово «невга», «пгия», это всегда будет молитва. А теперь возвращаемся к нашему стиху. И там было сказано, что «и встретил одно место, и приночевал там». Встретил одно место, значит, молился. Сейчас так у нас научили в Ирмиаму. И приночевал там. А, значит, он молился вечером. О, Яков усыновил у нас. Яков Амин усыновил вечернюю молитву. Всё мы вспомнили, что в прошлый раз говорили. Это важные вещи вообще, это нужно знать. Кроме того, что мы изучаем иврит, вообще есть некоторые вещи, так сказать, базисные. Вот, то, что сейчас рассказал, знает любой ученик Хедера, младший, маленькая Ешива, Ешива Актана. И поэтому мы с вами тоже теперь это знаем. Это было первое мнение. А теперь второе мнение. Помните, какое было мнение? Раби Ашо бен Леви сказал, нет. Их установили в соответствии с теми курбанот, с теми жертвами, которые переносились в храме, в Иерусалитском храме. Вэтанья, это называется Барайта Каватый до Раби Ашо бен Леви, который совпадает или поддерживает мнение Раби Ашо бен Леви. А что он сказал? Барайта сейчас будет. Барайта так звучит. Мипнейма Амру Тфилады Ашахар Атхатсот. Почему сказали мудрецы, и это записано в частности в нашей Мишне, Амру, Тфилады Ашахар Атхатсот, что шахарит, шахарит, время его до полудня. Это что, не значит, что его нужно до полудня произносить? Приносить как угодно. Мы с вами на первом уроке учили, что лучше всего его пораньше сделать. И были такие причины. Но, в принципе, можно начать, а некоторые говорят, и закончить до полудня. Полудень становился очень просто. Это тот момент, когда Солнце в своем движении по небосводу, так скажем, стоит в самой верхней точке, в зените, своей трассой, не обязательно над нами. Потому что, если бы на экваторе были бы, то над нами. Поскольку мы находимся немножко севернее экрана экватора, здесь в Иерусалиме. А европейцы еще севернее, то Солнце поднимается, ну, не очень высоко, тем более зимой. Но так или иначе, вот это будет полдень. Начинается день, некоторые говорят, с рассвета, а некоторые говорят, с зари. Это не одно и то же рассвет, это когда Солнце, ну, лучи Солнца уже видны. Вот, видите, крайший горизонт, Офак, и поднимается, вот это называется начало этого дня. А некоторые говорят, с зари, когда Солнце еще находится здесь, а здесь уже все розовое и светлое. Амуда Шахар называет еще. Это называется Шахар, это утро. А завершается он, наоборот, такой же ситуацией. Солнце или скрывается за горизонтом, это называется Шкиа, это называется закат Солнца. Или когда Солнце уже уходит дальше. А вот это вот время между, впрочем, после того, как Солнце село, и когда появляются три небольшие звезды, не планеты, не крупные звезды, допустим, просто начало момента звезд, вот это время, этот период называется Бен-Арбайм, Бен-Арбайм, между вечерами, да, вечернее время. Сутки делятся, день начинается отсюда, светлая часть дня, с утра и до вечера, я уже объяснил, сухое утро и вечер, их делили на 12 равных частей. Каждая часть назывался часом Шаа, и 6, ровно 6, 6 часов, когда завершались, это был полдень. С первого часа, не с нулевого, нет, нулевого часа, часа, хотя написано 0, это просто начало первого часа. Потом Солнце, или Стрелка, как вам нравится больше, достигало цифры 1, это был 1 час, час 1, Ша-Ахат, 2. Сколько сейчас часов? 3. Дальше прошло 3 часа. 6 часов, это полдень. А 12 часов, это когда Солнце опустилось. По одному из этих мнений, это наступление ночи. Вот мудрецы сказали, почему они сказали, что Тфилада Ашахар Атхатсот. Почему они так сказали? Тфилада Ашахар Атхатсот. Ещё нужно успеть закончить до полудня, или, по крайней мере, начать. И вот почему. Шигарей. Шигарей – это потому что. Шигарей. Тамиды шель шахар. Карев веолех Атхатсот. Потому что утренний тамид, так назывался сейчас Курбан, о котором сейчас будем говорить, сейчас я скажу. Некоторый Курбан, некоторые жертвы в храме. Шигарей, тамиды шель шахар. Утренний тамид. Вы уже знаете это слово тамид, вообще-то всегда, да? Я не знаю, что было первым. Так называлось жертвоприношение, тамиды. Оно было каждый день, всегда, без перерывов. И поэтому так назывался Курбан-тамид. Шигарей тамиды шель шахар, утренний тамид. Карев приносился веолех. Карев веолех – это значит продвинутое время. Не просто момент такой, принесли его. Не принесли, а приносился веолех. И продолжает приноситься. Ад хатсот. Постоянное жертвоприношение до полудня. И вот молитву шахарту установили в связи с этой жертвой и в ее время. Ну, нужно сейчас сказать, постоянное жертвоприношение. В храме ежедневно приносили две овцы к Васиму. Каждый день. Одну приносили утром, вторую в вечерних сумерках. Так называлось. Они назывались тамиды. Само жертвоприношение это называлось тамиды. Тамиды шель шахара, тамид бен арбайм. Бен арбайм. Утренний тамид. И предвечерний, так скажем. И пред ночной, мне трудно сказать. Бен арбайм все-таки сумеречный, да? Скорее. Как корбонот приносились? Брали эту овцу кошерную. Там где положено. Все сделали правильно. Но сначала ее резали. Шхита называется. Потом брали кровь. Ее набирали на какое-то место. И потом определенным образом, обычно пальцами, много разных способов было, поливали мезбеях в разных местах нужных. Все в Торе написано. Фумыши. Все написано, что делали. Первая шхита. Вторая за река называется. Как называется? Крапили. Вот такое слово. Крапивница такая, да? Крапили. Потом делали, что-то так, как называется, разрезали, снимали кожу. Кожу не сжигали. И после чего ее рубили. И, если нужно было сжечь целиком, это называлось оля. Всесожжение. Жертва всесожжения, так по-русски называется. Целиком сгоралась. А если надо было только части определенные сжечь, а что-то съесть, например, то тоже так делали. На жертву не делали. Клали то, что полагалось сжигать. Так делали с Томидом. Томид – это всегда оля. Это от всего народа приносили. Так вот, утренний Томид делали, так сказали, мудрецы наши. Адхатсот. Постоянное жертвоприношение. И шахат установили в связи с этим временем. Как мы видим, мудрецы и раби Иуда не спорят друг с другом по поводу, когда происходит молитва. Они так сказали, молитва шахрит. Она соответствует утреннему Томиду. Томид шель шахар. А именно, когда заканчивался Томид, заканчивался шахар, заканчивается и молитва. Другое дело, что они спорили на тему, когда же этот Томид приносится. А то, что совершенно жесткое соответствие есть между молитвой и этим жертвоприношением, на эту тему они не спорили. Так было сказано у нас в начале этой барайты, утренний Томид, вот откуда все это взялось. Барайту подкрепил. Раби Ашир бен Леви не просто привел, он еще барайту привел. А раби Иуда не согласен. В раби Иуда Омер. А раби Иуда ва, это не обязательно и, это еще и бывает противопоставление А. И можете сказать И. Ну, по-русски как-то так звучит. Да, а раби Иуда сказал, Омер сказал, Омер, он сейчас говорит. Говорит. Ад арба шамут. До четырех часов. Что значит до четырех часов? До начала четвертого часа. По, на иврите нету порядковых числительных. Вообще-то нужно так сказать. До четвертого часа. Другое дело, в данном случае мы видим до четырех часов от начала дня. Включая четвертый час. Не до начала четвертого часа, а включая. На эту тему будет отдельный специальный разговор. Потому что едина бывает ад, до, включая что-то, а бывает что не включая. Да? Колель, локолель, бихлаль, лок, бихлаль. Он так сказал, до, мы знаем уже это, до четырех часов. Почему? Я объяснил. Потому что тамиды шель шахар, утренний тамид, каре вегулэх, приносится, продолжительно приносится, ад арба шаот до четвертого часа. То четвертого часа. Если мы возьмем сегодняшний день с рассвета или с зари и до полудня и поделим их на шесть, то увидим, что это две трети светлой части суток. Первой половины светлой части суток. Две трети первой половины. Или же треть всего светлого дня. А именно всего двенадцать часов. Он сказал четыре. Это границы, верхние границы приношения тамиды, живоприношения или приношения молитвы минха. Так сказал он. Умепнейма амру тфилат га минха ад га эров. И почему мудрецы сказали. Здесь нет слова мудрецы. Понятно, что это они сказали. И почему мипнейма? Почему? Амру сказали. Тфилат га минха ад га эров. Тфилат га минха идет только до эров, до вечера. Ее можно произнести. Время только до вечера. Почему они так постановили, мудрецы? Шагарей тамид шель бейн гарбаем. Каравелех ад га эров. Шагарей. Потому что тамид шель бейн гарбаем. Вечерний или предвечерний тамид. Вот я перевожу как предвечерний. Каравелех был приносящимся. Ну, нужно, правда, континьюс сделать. Приносили до ад аэров. И поэтому саму молитву минха установили в связи с этим предвечерним тамидом и в его время. Сейчас мы говорим про шахат. Сейчас мы сказали про минху. Переходим сейчас. Арабиуда. Варабиуда умер ад плага минха. Арабиуда сказал до половины минхи. Вот такое выражение. До половины минхи. В гемаре на этой теме будет говориться подробно. Сразу же после всего этого. Так или иначе, нужно просто знать, что есть такой период с этих 12 часов. Есть такой период. Называется минха. Сам период. Половина этого периода называется половиной минхи. До наступления этого момента, половины минхи, вот по мнению Арабиуда, и надо, что у нас сделать, завершить молитву минха. Завершить или, по крайней мере, чтобы не начинать. После этого уже не начинают. А если начинают, по Арабиуда, это уже значит, вы уже получите награду за саму молитву минха, но не получите награду за произнесение ее вовремя. Так мы проходили с вами. А мудрецы говорят, да нет, пока вечер не настал. Пока он не наступил. Ад плага аминха. Плага – это половина. Почему? Шагарейт тамиды шэль бэйна арбайм, карабелых ад плага аминха. Ничего нового, никаких же слов новых он не сделал. Потому что извест, так он получил от своих мудрецов, что, по мнению Арабиуда, предвечерние тамиды приносили до этой половины минхи. Вот период есть минха, минха хачается где-то уже близко к закату или к закатам, про Арабиуда нет. То вот половину делим пополам, и вот до этого момента нужно просить минху. Не больше, не меньше. В общем, об этом все, что я сейчас рассказал, это рассказал Рашин. Сейчас скажу. Двинемся дальше, сейчас скажем, как Рашин сказал. Значит, у нас есть шахарит, есть минха. У меня не мудрецов, у меня не Арабиуды, шахарит и минха. Сейчас будет у нас Марев или Аравит. И там нету разницы между ними. Я не согласен, Арабиуды согласен с мудрецами. Умепней ма амру тфиладга эров эйнла кэва. И почему сказали, что вечерняя молитва тфиладга эров равит, да? Эйнла кэва, нет постоянного времени. Можно в пределах всей ночи перезносить. Почему? Шахараи. Эварим уфдарим шло не так лу, ми ба эров, кровим в иголхим коль галайла. Почему? Потому что есть такое правило. Шахараи. Есть тут выражение, биту и выражение. Эварим уфдарим. Эварим – это части. Те части жертвы Ола, которые нужно было сжечь на мезбеях, на жертвеннике. Их разрезали, не целиком сжигали. Это были эварим. Уфдарим – это все те части от всех карбонот, которые нужно было сжечь. Тоже сжечь. Вот они шило не так лу, которые не сгорели. У меня такое слово возвратное. Не сгорелись. Ты так был сказать. Не прогорели они. То что их сделали? Кровим в иголхим. И их можно было проложать сжечь. Ля крив. Кровим. Проложали сжечь. Коль галайла. Не гасили огонь, их не выбрасывали. Все должно было прогореть. Вот что сказал Нитоклим Омэров. Уфдарим, знаете, как еще часто переводится? Тук. Вспомнил слово. Надо здесь записать. Тук – это такие части, я даже не знаю, в современном русском языке нет такой, такие богатые холестерином части биомассы там внутри. Жир такой, сало часто говорят, да, внутреннее, вот такая фраза была. А определенные части, которые нельзя было кушать людям, а на жертвеннике их сжигали. Эти части сжигались на жертвеннике, и горели они, если они не сгорели окончательно, вот с вечера, как только вечер наступило, они не сгорели до захода солнца, то их сжигали всю ночь. И молитву Аравит установили вот в связи с сжиганием этих частей, да, с этими Эварим. Так сказал Раша. Согласно моему объяснению, очень интересно. Время Шахрита Минха связано с жертвами Тамиды. Утренние и предвечерние. А время Аравит не связано. Потому что на жертвеннике сжигал все, что осталось, вообще все, не только Тамиды, а вообще все. Я вам такой фраз сказал, да? Все, что осталось, все сжигали. А вот другое мнение у Рамбама, Тур, это закон учителя, там так сознательно. Нет, Аравит установлен тоже в связи с остатками предвечернего Тамида, вечерний Тамид, который не сгорел до наступления ночи. Именно о нем идет речь в этих словах. И вот Аравит установлен в связи с этими остатками, с сжиганием. Поэтому можно сказать, так написал Рамбам и Тур, значит, шульханарух, что можно сказать, что Аравит тоже установлен в согласии с жертвой Тамид. Раша был несогласен, он говорит, там уже не только Тамид, там все пошло на жертвенник, все, что должно было сгореть, и почему-то и не сгорело. Так сказано про вечернюю молитву Аравит. И что у нас осталось? У нас еще остались муссов. Шель муссофин – это вообще принадлежность. Это слово тфила должно быть. Амру тфила или тфилот шель муссофин. Коляем. А то, почему муссофна и все, шель – это прилагательное сейчас будет, целый день. Почему муссов, молитву муссов можно произносить весь день? Так, мудрецы, вопрос к мудрецам. И ответ. Шагарей курбан шель муссофин. Тут уже, видите, курбан, шель муссофин. Потому что, шагарей, потому что, жертва курбан шель муссофин. Карев коляем. Она приносилась целый день, весь день. Коляем – это целый день. И молитву муссов установили в связи с этой жертвой и в ее время. А Раби Иуда с этим не согласен. Раби Иуда умир. Раби Иуда говорит. Ад шевы шаот. До седьмого часа. До седьмого часа включительно я перевел уже сразу. Или до семи часов. В фурском языке удобно сказать до семи часов. На самом деле, так это не видно, не очевидно. Ад шевы шаот. Это называется до седьмого часа. Включительно, не включительно. Я в переводе написал включительно. Так же, как и в нашей Мишне. Там вот сказано про шаха до четырех часов. Я написал до четвертого часа включительно. Это просто правильный перевод. А почему от шевы шаот. У нас есть еще двенадцать. Все начинается утром. Шесть будет полдень. А потом шесть, семь, восемь. И так до двенадцати. Это вторая часть дня. Солнце падает. И он сказал только муссов до семи. Вот мудрецы разрешили все это время. Как и Мингу. А раб Иуда говорит, ну не он разрешает. Так он сказал. Так было установлено. Так я получил от своих учителей. Почему? Шагарай курбан муссов. Харай в иголых ад шевы шаот. Ад шевы шаот. По мнению раб Иуда. Жертву муссов приносили до семи часов. Жертву муссов мы знаем, что добавочная была молитва. Тфила. Шахрис. У нас есть шахрит. Минха. Аравит. А вот здесь, после шахрита, после тамиды шахар, после утреннего жертвопоношения, приносили в некоторые дни жертву добавочную муссов. Она и звучит как добавочная. Слово само муссов. Леосив. Добавить. Она была по специальным правилам. Специальные животные приносились. Она называлась муссов сразу после шахрита. Поэтому мы произносим молитву муссов тоже после шахрита. Так стараемся. Помните, был такой у нас вопрос. А если муссов пропустил, Минху помолился, может ли он потом восполнить? Есть такое мнение, что да. После Минхи он может произнести. Тут же не отходя молитву муссов. И если он ненарочно это сделал. А если нарочно. Помизит называется. А потом передумал. А, передумал, значит ненарочно. Пускай произносится тоже. Но не получит награду за то, что он ее молился вовремя. Так сказал Раби Иуда. Муссов до 7 часов. Так он сейчас скажет. И Гемара продолжает нашу барайту. И так говорит. Такую фразу говорит. Самое интересное. Несколько слов осталось. Вэйзэ ги минхэ гдула. На ровном месте. Барайта просто продолжается. Мы же все обсудили. Дело в том, что в барайте было сказано. Плага о минхе. Середина минхи. И барайта тут же моментально вспоминает. О, а у нас есть две минхи. Сейчас расскажу, что это за две минхи. Так вот. Одна большая, одна маленькая. И сначала барайта спрашивает. Она так спрашивает. Что такое большая минха? Чтобы сообщить нам. Она-то знает, что это такое. И что такое маленькая минха? Минха ктана. А потом она спросит. Так когда Раби Иуда сказал до середины минхи. Ну, какую минху имел в виду? Поэтому фраза такая нашей барайты. Вейзе ги минха гдала. Какое время называется? Большой минхой. То есть, большой минхой. Большая минхой, маленькая. Мы говорили, когда время дневной молитвы минха заканчивается. Заканчивается начало произнесения. Когда уже все, закончилось. А вот вопрос теперь. Когда начинается минха? Вот это называется минха. Минха – это время, когда призносят минху. Молитву минху. Когда начинается? Что такое время большое минхи? Когда начинается? Это момент. Можно говорить ткуфа или момент. Ткуфа – это период. А момент – точка на нашем циферблате или на небе. Тоже можно сказать. Это минха. Минха гдала. Вот эта точка. Так, по крайней мере, в наших календарях. Возьмете календарик? Там написано. Там много чего интересного написано. Тут написано утром, например, когда рассвет, когда зриха, когда солнце поднимается, когда заканчиваем крят шма, читать шма, когда заканчиваем читать утреннюю тфилу, шахрит, когда у нас хацот, когда у нас минха гдала, и когда у нас минха ктана. И подумай о шки. Как мы видим, все вот это минха ктана и гдала – это ничто иное, как моменты. Вот, например, сегодня в том месте, извините, в котором я живу сегодня, здесь, в Иерусалиме, ничто иное, как у нас прямо в сегодняшний день, в 4.02 поднималось солнце, в 7.47 шкия, а минха ктана в час 21, по нашему европейскому, по нашему общепринятому, мировому циферблату. Это будет минха ктана в час 21. Вот с часа 21 можно приносить минху. А минха ктана в 4.52. 8 без 8 – 5. И тогда вот самое хорошее время, с этого времени, приносить минху. По крайней мере, так приносили корбанут. Ничто иное, как видите, это точки. Большая минха и маленькая минха – это точка, указана в нашем календаре. Фээза ги минха ктана. Что это за минха ктана? Когда она начинается? И отвечает сама Барайта, и все согласны с этим. Мишэш шаот у мэхца у лимала. Мишэш шаот с 6.00, с 6.00, так скажем. У мэхца у лимала. У мэхца – это половина. Палга или плага – это на арамите, на иврите – это мэхца. А слово хацот – хеца – это половина. Да? Хеца – половина. И у мэхца в лимала и выше, или и дальше. С 6.00 и дальше. С 6.00 и дальше. Это будет что? Большая минха. Это начало дня. Первый, второй час. Это 6.00. 6.00 прошло. А вот 6.00 с половиной – вот отсюда начинается большая минха. Ее можно было принести, начиная вот именно с этого срока, с этого момента. На самом деле, приносили тамид, вечерний тамид, приносили значительно позже, уже ближе к завершению дня. Поэтому он называется предвечерний, бейнарбайм. Так написано в шмот и в бомидбаре, сноски здесь делал, так написано, такую-то жертву делайте, такты и такты, и написано «жертва» называется, предвечерний, бейнарбайм, «курбан бейнарбайм», «шель бейнарбайм». Есть объяснение, что бейнарбайм, бейнарбайм – это вообще между, эрф и вэйров, между двумя вечерами, по-русски можно сказать. Но это не совсем верно, потому что слово эрф – это еще и маараф, запад – это еще араф. Это такой момент между двумя вечерами, где вечер есть вообще два вечера. Это когда начинается склонение солнца к западу. Вот оно стоит в зените, в своем зените, и начинает солнце клониться к западу. Вот начало этого склонения, после полудня, его просто не видно глазами, и начинается весь этот эрф, весь вечер склонения солнца к лаараф, к западу. И поэтому можно начинать приносить вечерний атомид, начиная с этого времени. Можно было бы, прямо сказать, с полудня, но есть мнение, что сама Торр сказала, нет, не раньше получаса после полудня, шесть с половиной, как сейчас мы рассказали. Поэтому надо было приносить вечерние атомиды не раньше получаса после полудня, когда видно, что тень уже растет к западу. Так написано в всех комментариях, в полдень тень стоит, называется, Берош Аадам на голове человека, над ним, и тени нету. Но если бы он был на экваторе, по крайней мере, очень маленькая тень. Он шире, чем его тень. Так, в наших южных широтах. И когда она же в слово выходит, это уже видно, это будет через полчаса. Некоторые говорят, что по Торе можно было бы с полудня, но установили мудрецы, чтобы не ошибались, наши прадцы в храме и сказали, через полчаса после полудня. А нет, ты скажешь, да нет, самой Торе уже, по крайней мере, мы получили уже шесть с половиной часов. Это шеш умхца, умехца, шеш умехца, шесть с половиной часов, это большая минха, в эзаги минха, ктана, какое время называется, малой минхой, когда начинали практически приносить вечерние, вечерние тамид, предвечерние тамид, вот эту вот опцу вечернюю, когда я, помните, я сейчас сказал, ее можно было начинать приносить тогда-то, а приносили ее позже, и ответ, митэ шешаот, умехца, улемала, с девяти с половиной часов. Вот с этого срока, не с шести с половиной, шесть, двенадцать, здесь будет где-то девять, вот девять с половиной, уже этого времени приносили эту жертву тамиду. Жертву тамид, так написано в комментариях, в трактате, Псахим, так написано, начинали, ее приносить, ее начали резать, да, эту жертву, после восьми с половиной часов. Но ее кровью, помните, я сказал, что должна быть зряка, кровью окроплять, нужно было с девяти с половиной часов, после чего ее нужно было сжигать. Почему с девяти с половиной? Так написал Ираши. Так написал Ираши, потому что так написано в трактате. На самом деле, можно было ее резать и раньше, начиная с шести с половиной, но поскольку после этой жертвы тамид, нельзя было приносить другие жертвы, сжигать их, старались ее принести как можно позже. Вот объяснение. Так написано было в трактате. Поэтому, что делали? Что минхо, минхо-катана была после, начиная с девяти часов с половиной и дальше. Вы молитесь, когда вам удобно, когда можно молиться. Мы не занимаемся законом, мы занимаемся Талмудом. Законы взяты из Талмуда. И просто знайте о том, что вообще-то совсем хорошо молиться бы и попозже, если есть Минин. Лучше молиться Минин рано, при наступлении, шести с половиной часов, сразу после полуни, но в Минине, но со всеми, чем одному на исходе дня. Вот на сегодня у нас такой урок. Дальше мы продолжим и спросим, почему же Раби Иуда, сказав, что плага минха до середины минхи, почему он не пояснил, какая это минха, большая или маленькая, что он имел в виду. С Божьей помощью, если на ней будет такое желание, мы продолжим наш цикл. Большое вам спасибо, удачи вам во всем. Всего хорошего. Шалам, шалам. Субтитры создавал DimaTorzok